Доброго вечера! Доброго вечера, пятница, друзья! Наконец-то она долгожданная неделя рабочая пронеслась. И вот он, волшебный вечер, который вы можете наконец-то посвятить себе, посвятить его нам, в том числе Максим Кропотов сегодня будет с вами его проводить. И Алена Милина. Да, на самом деле неделя была тяжелая, работали, даже присесть было некогда, но мы справились, вечер начинает свою работу. Ура-ура! А знаете, почему я так радуюсь? Потому что, наконец-то, друзья, мы можем прямо сейчас подвести, во-первых, итоги этой недели. Мы можем подарить вам вновь подарки, подарить свою улыбку, подарить свое настроение, а вы можете, друзья, с нами поделиться, например, своими хорошими новостями. Что у вас произошло на этой неделе? Или что еще произойдет? Напишите нам. Рассказывайте нам, как вы украшаете свой дом, потому что мы уже на этой неделе ведем вместе с елочками, у нас подарки уже начинают появляться под елочками, и, конечно же, эти подарки полетят и в вашу сторону, в ваши адреса. Итак, друзья, сегодня у нас есть вопрос вечера. Да, что за вопрос? О чем нужно помнить? Всегда. Вот такой вот интересный вопрос. Вы можете философствовать, вы можете рассказывать, возможно, о том, что вы недавно забыли, да, и теперь понимаете, что об этом нужно помнить всегда. Особенно, если это коммунальные платежи. Больное, да? Нет, ты навсегда запоминаешь, что нужно платить коммуналку, когда тебе приходит письмо из суда. Вот, после этого как-то, помните, коммуналку надо платить всегда, а пока, если еще не приходило, ладно, так и быть, но все равно лучше платить. Вот, вы отвечаете на этот вопрос в группе Девятка ТВ Киров, там появился пост с прикрепленной прямой трансляцией, вот под этим постом в комментариях. Вы своими пальчиками, тыкаешь телефон или в компьютерную клавиатуру, у кого ведь как, оставляйте свои ответы, за это получаете замечательнейшие подарки. Да, еще нам можно сегодня позвонить, 35-1404, телефон прямого эфира, а это означает только одно, что ваш голос услышит вся область, вы можете передать привет и поздравления, ну и, конечно же, рассказать, о чем нужно всегда помнить. Ну, а также вы можете пожаловаться, пожаловаться, мы, возможно, сможем решить, ну, какие-то проблемы. Если нет, просто выговоритесь, вам станет легче и выходные пройдут веселее. Ну что, перейдем к подаркам. Что за подарки, давай рассказываем. Мы на этой неделе разыгрываем два пригласительных билета на фильм «Неадекватные люди 2». Кто смотрел первую часть? Мне, кстати, очень понравилось, потому что фильм действительно очень необычный и интересный у него сюжет, поэтому я думаю, что вторая часть точно нас не разочарует. Уже 8 декабря состоится специальный показ, а это значит, что вы приглашены, если получите вот этот билетик. Кстати, он на две персоны, поэтому можно с собой взять близкого друга, подругу, возможно, маму, папу, да хоть кого. Вторую половинку. Ну и это ведь еще не все. Конечно, не все, друзья. Это было слишком мало. Я начал переживать, что это один подарок. Что же еще есть? Есть целый пакет, целый пакет сладостей, который сегодня обязательно кому-то достанется. Вот я просто смотрю, что там есть. Так, что там? Давай, мне покажи. Во-первых, это штрудель, друзья. И там он не один. Там их много. Во-вторых, друзья, вы не поверите, но это... Сухари! Потому что сегодня, например, они мне, можно сказать, что спасли жизнь. Я сегодня действительно поела их, потому что... Алена живет на сухарях. Вот так. Но, друзья, это еще не все. Тут есть еще и кружка, такая специальная фирменная. Опа, она, еще и кружки появились. Все. И еще есть кое-что. Это сюрприз, поэтому узнает только тот, кто выиграет этот подарок. Ну что, вечерние овятки все вводные даны. Время пришло в эфир нам отправиться. Давайте-ка быстрее начинать. И что, мы начинаем, конечно же, с первого сюжета. И мы решили выйти на улицы города и узнать, что же кировчане нам отвечают на вопрос, о чем всегда нужно помнить. В этот морозный, солнечный день мы выясним у кировчан, о чем стоит помнить всегда. Начинаем. Ну, наверное, скорее всего, об удаче и о своем здоровье. О своих родных и близких. О маме. О любви. Что ты человек, в первую очередь. О том, что оливье идет с горошкой у нас, колбаской, вкусным майонезом. И то, что всегда надо радоваться и улыбаться жизни. О своих родителях. Что есть на земле родные. Я уже пенсионер, но, конечно, работающий пенсионер. Поэтому стремлюсь с подругами на природу, уходим на лыжи, бассейн. Так что стремимся к этому не стареть. По своему здоровью. О родителях, о своих и детях. Ой, не знаю. Истинные такие, основные. Какие-то душевные качества. Ну, в общем-то, понимание о добре и зле. То, чем у нас в детстве учили. Ну, наверное, о правилах безопасности. О жизни. О любви, конечно. О здоровье. О своих родных. О защите. О мужа. О родителях. Нужно сразу мыть тарелку после гречки. Да. И после овсянки тоже. И после плова. О чем стоит помнить прямо сейчас, так это о том, что нужно одеваться потеплее. Ведь впереди нас ждет очень холодная неделя. Это был Алексей Власов. Всем хороших выходных. Пока. Ну что, отличные ответы мы получили. Мне понравился про гречу. Надо запомнить, что всегда нужно мыть, замачивать, по крайней мере, посуду после гречки. Потому что, ну, серьезно, это же сущий ад. Потом сидишь, оттираешь засохшую гречу. О, это тяжело на самом деле, поэтому всегда замачивайте. Ну что, друзья, вот об этом думают, что кировчане не нужно забывать. О чем всегда нужно помнить, напишите нам, пожалуйста, в группе ВКонтакте. Там есть пост. Пишите под ним, выигрывайте наши подарки. И вот, друзья, вы видели нашего коллегу Алексея Власова, как он на улице смело, бодро подходил, несмотря на мороз сегодня, подходил к жителям нашего города. А прямо сейчас будет волшебство. Я думаю, что они не насмотрелись еще на него. Понимаете, Леши мало не бывает. Вот, точнее, много не бывает, поэтому прямо сейчас он у нас на связи. Алло, Леш, привет. Привет, ребята. Как твои дела? Леша, ты замерз, скажи честно. Честно, да, очень сильно. Поэтому, да, друзья, одевайтесь все-таки. Действительно, впереди нас ждет следующая очень холодная такая неделя. Да. Как настроение, как дела в целом-то у тебя? Слушай, просто великолепно. Впереди выходные. Человек блаженный стоит и говорит, осталось совсем чуть-чуть, и начнут все выходные. Да, да, да. Ну что, ну что, ну что, мы рады, что у тебя все хорошо. Принес ли ты нам что-нибудь интересненькое, сладенькое? Конечно же принес, да. Это будут, опять-таки, новостные заголовки. Так. Очень надеюсь, что подниму вам и телезрителям настроение. Давай, как у нас там коллеги опять накосячили в своих заголовках рассказывать? Итак, поехали. Заголовок под номером один. Так. Важным помощником губернатора стала молодая блондинка. А что удивительного? Ну, что она важна. Понимаешь, есть неважная, судя по всему. Есть такой, типа, Игорек, ну ты такой себе. А вот Анжела Петровна, блондинка. Блондинка. Молодая. Она важная. Помощница, то есть без имени, без фамилии, да просто молодая блондинка. А зачем мне фамилия? Ну, конечно, важная, когда у тебя есть молодая блондинка. Самое главное узнали уже. А у меня осталось. А о чем там суть? Да, вот мне остается один вопрос. А чем же она так важна? На самом деле, вот заголовок очень интригует нас, да? Так. Ну, произошло банальное назначение девушки. Банальное назначение блондинки на место. Да, на место пресс-секретаря, получается, губернатора. А почему же тогда важность? То есть они понимают, что это важная ответственная должность. Это для губернатора важно. Да, вот я тоже подумал сначала так. О, молодая блондинка. Ребят, напишите, что она важная помощник. А вот Игоря Петровича, понисти немножко, неважный. Есть средние важности. Это Зинаида Павловна, она здесь уже 16 лет работает. Вот. Ну, не знаю, все-таки что-то какой-то пикантности навевает нам эта история, да? Все же мы это прекрасно понимаем. Молодая блондинка, губернатор. Слушайте, смотрите, она стала пресс-секретарем. По идее, пресс-секретари, они часто как бы сами даже ведь просматривают предварительно то, что о них печатают. Возможно, она сама внесла эту пикантность. Она такая, она читает, помощником губернатора стала блондинка. Она такая, в смысле? Она просто стала, там, допустим, Елизавета Павловна. Она такая, в смысле? Во-первых, я блондинка. Во-первых, я молодая. Во-вторых, я блондинка. Во-вторых, в смысле просто помощник. Важная, да? Важный помощник. Три слова, пожалуйста. Одно добавьте, два поменяйте. Поехали. В тираж. И сиди сейчас, скупила все газеты в ларьках. Гляньте-ка. Вот так вот у меня. Давай дальше. Да, давайте двигаемся дальше. Итак, полицейский спас крота от стаи атаковавших его на парковке ворон. Смотрите, а полицейские-то, оказывается, спасают не только людей. Да, это из Верополиса. Вот. Даже не из Верополиса, между прочим, это даже не какой-то там полицейский из США. Это произошло у нас в России. А мы гордимся. Ну, смотрите. Во-первых, это очень хорошо показывает всю сущность бытия нашей страны. Крот на парковке, это значит только одно. Она не заасфальтирована. Да, и даже щебень не завезет. Либо у крота очень хорошая способность. Либо да, либо крот с металлическими когтями, да, с отбойником пробивался вверх, а там вороны. Да, неожиданно. Вот. А если вороны, значит что? Атакуют. То что? Вообще, в целом, если рядом есть вороны, значит что? Грязновато. Значит, на парковке мусорно. Да. Понимаете? Нет асфальта и мусор. А, прям как у меня у дома. А не у тебя. У меня у дома хорошо. Может, кстати, у меня у дома и спасли. Да. Кто ж его знает. Хотя это Краснодарские новости, скорее всего. Да. Давайте к чему-то. Подожди. Ну, кстати, в комментариях мнения разошлись, стоило ли спасать крота. Некоторые стали защищать ворон, что у ворон пропал обед. Так что... А как жебаки? Да. Что, мусорная реформа начала работать, все вовремя вывозят? Да, кстати, им ответили вот примерно в том же духе, сказали, что столовых у ворон в городе предостаточно. Вот так. А крот просто, ну, ребята, хочу на воздух. Я делаю свою работу. А тут налетело воронье. А между прочим, видимо, у полицейских работ не так много раз, они даже вот пишут в газетах. На героическом поступке. Я прям... Героический поступок. Нет, на самом деле, представляете, как это выглядело со стороны? Пустая парковка, мужик и отпугивает ворон. Ну, крот же маленький, его не видно. Мужик полицейский. Ну, мужик полицейский, отгоняет палкой ворон. Вот. Крота же не видно. А это на видео снять. Ну, все, вот работа наша полиция. А он подвиг совершал. Доработался, да. Ну что, давайте двигаемся дальше, да. Гиена со смехом спасла собрата от окруживших его хищников. Эй, братан! Побежали! Ну, гиены же смеются. Да. Да? На всей ситуации экономической. Интересно, да. Со смехом самое главное. А что? А с чем она? Со слезами должна была. Ребят, не надо не бить его. Это братишка. С какими устрашающим криком. Ну вот она. Что за хищники-то там были? Тут очень такая тонкая грань. На гиену напали гиеновидные собаки. Вот. Они начали, собственно, с Таей на нее нападать. Та уже практически сдалась. Но тут появился ее собрат. И со стендапом прогнался. И спас я. Зачитал стендап. Ты видел, Леша показал. Леха вообще идеально пародирует гиену. Гиен, да. Мне в школе так и говорили. Ну все. Алексей гиеновласов продолжает свое вещание. Давай дальше. Итак, переходим к следующему. Опрос показал, что россияне не очень доверяют опросам. Вот так. Масло масляное, как говорится. Ну, самое важное, что что-то полезное-то не выяснилось. Это было где? Я так понимаю, что это было точно не в Кирове. Это всероссийский опрос. Так как агентство всероссийское. 71% россиян не доверяет опросам. Ребята, вопрос только один. Верить ли этой новости? А правдивая ли она? Можно ли ей доверять? Россияне, в принципе, опросам не доверяют, как мы знаем. Но зато они знают, что опросы... Вот у нас в Кирове, когда Алексей выходит на опросы, вот тут доверие есть. Люди в очереди выставают. Потому что здесь, во-первых, все налицо. Мы вам показываем все, как есть. Поэтому вот нашим опросам можно доверять. Не у тех спросили, как говорится. Просто. Потому что что, они в Краснодар приехали. Да, кого там спрашивают? Мужика в форме, который ворон гоняет? Ну, кому это надо? Или гиеновидных собак отгоняют с гиеновидным смехом. Все правильно. Приезжайте в Киров, у нас правдивая опроса. Что, есть ли еще что-нибудь? Да, и напоследок, знаете, осталось такое самое вкусное, я бы сказал. Почему вкусное, вы поймете прямо сейчас. Итак, глава Новосибирского отдела полиции бесплатно ел на обед хинкали и огуречный салат из кафе «Березка», пока ему не выставили счет на три года условного срока. Ну, вот это счет. Извините, пожалуйста, вот ваш чек, тут три года условно. А что, он первый раз попробовал, не заплатил, ушел, да? Второй раз попробовал, как это происходит? Ах, если бы, тут все куда банальнее. Собственно... Рекет? Нет, 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 просто, так скажем, перекрытие. Вот глава Новосибирского отдела полиции не составлял протоколы на нарушение в кафе «Березка», и взамен этого его бесплатно кормили там, собственно, хинкали и огуречным салатом. Представляете? Да, как можно сказать? Наел он на 53 тысячи рублей. Как можно сказать, обхинкалился или обсалатился в итоге тот человек? И так, и так. Ну, зато сейчас в целом, ну, лишь условно, вот если бы не условно, там другая еда уже была, тоже бесплатная за счет кого-то. Я думаю, у него еда в любом случае другая, потому что его еще на три года отстранили от госслужбы, забрали автомобиль. Да, только дошираки. Да, да. Подножный корм, так сказать. Ну что ж, Алексей, спасибо. Вот смотрите, как раз, еще раз, я просто уже подытожил, да? Смотрите, какие разные бывают полицейские в нашей стране. Кто-то спасает кротов, а кто-то ест на халяву. А кто-то бесплатно в «Березке» ест. Ну что, друзья, спасибо большое, Леша, за такие замечательные новости. Хорошего тебе вечера, приятных выходных, будем рады видеть тебя вновь. Стоп. Это еще не все. Мы не задали Алексею вопрос. А мы не можем подпишись человека без вопроса. Алексей, что нужно всегда помнить? Слушайте, нужно, мне кажется, помнить всегда, ну я так с философской точки зрения зайду, всегда нужно помнить о добре. Я думаю, и так. И спасать кротов. Спасибо Алексею, было очень классно, очень весело, ну а мы продолжаем. Да, действительно, и прямо сейчас, знаешь, о чем нужно всегда помнить? Конечно же, о том, об ужине. Это обязательно. Сегодня, к сожалению, я забыла совершенно пообедать, но вот ужин обязательно должен, как говорится, о себе напомнить. И можно это сделать с помощью нашего рецепта. Кстати, записывать они достаточно быстрые и легкие. Всем здравствуйте, меня зовут Мария Казакова. И сегодня мы приготовим салат с тунцом и пекинской капустой. Для салата нам потребуется пекинская капуста, болгарский перец, лук, тунец, помидоры черри и вареное яйцо. И начнем приготовление салата с того, что нарежем пекинскую капусту. Теперь нам необходимо выложить капусту на тарелку и полить немного оливковым маслом. Теперь выкладываем сверху на капусту тунец. Нарезаем болгарский перец и добавляем в тарелку. Режем помидоры черри пополам и добавляем в салат. Разрезаем вареное яйцо на 4 части и выкладываем на тарелку. Нарежем лук кольцами и добавим для вкуса сверху несколько колец. Теперь приготовим заправку. Она будет состоять из оливкового масла и бальзамического соуса. По желанию добавим в заправку соль и перец. Перемешаем и заправим салат. Салат с тунцом и пекинской капустой готов. Приятного аппетита! Приятного аппетита всем тем, кто, возможно, сейчас уже начинает ужинать. Ну, а мы прямо сейчас будем читать комментарии ваши, которые вы написали в группе ВКонтакте Девятка Твакеров. У нас сегодня есть вопрос вечера, о чем нужно всегда помнить. Да, поэтому давай, не томи уже, начинай читать, хочу пообщаться с телезрителями. Нужно помнить о своих близких хотя бы раз в неделю созваниваться с ними. Напоминалочка такая. А можно и почаще. Что за раз в неделю? Каждый день перед сном позвонить близким маме, папе, сказать, какого-то дела. Или хорошо чем-то помочь. А когда можно зайти взять огурцы соленые у вас? Ну, и все надо спрашивать. В продолжении темы о родителях, заботиться о состоянии их здоровья, позвоните маме и папе. Помнить всегда надо о родителях, почаще ходить к ним в гости. Добрый вечер, мои вечерние друзья. Наталья Савиных к нам обращается. Помнить нужно хорошее, а плохое по возможности стараться забыть и простить. Кстати, Наталья Савиных, огромное спасибо. Она сегодня приходила к нам на работу, принесла очень много вкусностей, благодарила всех. Я на 100 лет уже лежу, так что поедешь, когда вернешься с ней, Игорь Наталья. Ульяна Ездакова. О заповедях божьих, но и стараться не нарушать их. Вот такая вот у нас. Не сотворите себе кумиров. Никита Нечаев. Что бы ни случилось, нужно помнить, что это всего лишь жизнь, и мы прорвемся. Я уже думал сейчас, и мы счастливы. И другой телепроект начинается. Карманный поэт. Нужно всегда помнить о том, что женат. А также, что жена не любит молочный шоколад, красные розы, ароматизированную туалетную бумагу, небритость, и еще список из 326 вещей. Хорошая у вас жена. У меня такое ощущение, что у вас на стенах не обои, а вот этот список. О заповеди, как говорится. 366 заповедей. 26. В семье о Нечаевых. Карманово-поэтовых. Татьяна Кротова. Изменяя известное изречение, скажи мне, что ты забываешь и что ты помнишь, и я тебе скажу, кто ты. Вот так вот. Так, и кто? Ну, то есть, мне интересно, ну, то есть, как я... Как это работает. Да, как это работает. Я забываю, например, иногда здороваться в интернете. Значит, ты не вешлив. Давай узнаем у Татьяны. А может быть, я быстро. Наталья Савиных нам еще пишет. Выходя из дома, надо вспомнить, что нужно выключить утюг, плиту, свет, надеть шапку и перчатки, и не забыть закрыть дверь. И находясь на улице зимой, надо всегда помнить, что нужно смотреть под ноги и не забывать, что город Киров зимой бывает ледяным городом. К сожалению. Кстати говоря, по поводу не забыть закрыть дверь. Я вот, у меня всегда эта штука есть. Ты все время проверяешь? Нет, закрыл дверь, подошел к лифту и такой... А закрыл ли я дверь? И лифт уже открывается, и ты такой бегом... Дернул дверь, не открывается, и бегом надо успеть, пока лифт не закроется. Есть ли какие-то способы, чтобы этого избежать? То есть, как сделать так, чтобы... Я помню, есть такой способ, что если ты, например, забываешь какие-то вещи, которые делаешь, нужно в этот момент либо пропевать какую-то мелодию, и потом ты вспомнишь, пел ли ты ее. Вот, кстати. Или какой-нибудь ритуал делать, да? Да, обязательно, что типа сделал, все. Нина Дрямина, с собаками погулять. Вот, это важно. Но дома будет всемирный потоп. А тут и не забудешь, как говорится. Елена Стародумова помнит, что самое главное в жизни здоровье и стараться беречь его. Я думаю, что в этом году уже все это поняли. Вы учили. Кстати говоря, в этом году очень много людей прям приучило себя каждый день ни по разу, ни по два мыть руки. Это тоже верно. О родителях. Также помню всегда, что проблему можно превратить в возможности. Мышление и правильное отношение к проблеме это уже половина решения. Иногда ваши самые большие страхи это лишь иллюзии. Все, что у нас есть, это сейчас. Пользуйся этим по полной, не теряй время. Мне кажется, это просто какой-то лозунг коуча какого-то, да? Он должен выходить. Тренинг сейчас прошли небольшой. Да, это от Натальи Савиных. И нужно помнить о том, что нельзя вернуться в прошлое и все изменить. Ну и еще. Всегда помнить, что жизнь прекрасна, Юлия Андреева напишет. Ну а можно помнить о прошлом, рано или поздно оно станет историей. Это, кстати, да. Вот о прошлом, об истории помнить надо всегда. И у нас сегодня придет как раз гость, который об этом всегда помнит и заботится об нашей истории. Кто же это? Мы узнаем прямо сейчас. Дамы и господа, встречайте. Сегодня в гостях у вечерней вятки командир поискового отряда «Факел» Михаил Порошин. И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашему гостю. А вот и он, Михаил, уже в нашей студии. Доброго вечера. Здравствуйте, Михаил. Как настроение, как дела? Отлично, хорошо. А с чем это связано? Отлично, хорошо. С тем, что мы сегодня вернулись в очень важное мероприятие. А что за мероприятие? Вчера, во-первых, в нашей стране вчера отмечался день неизвестного солдата. Это не праздник, это памятный день. Он не так давно был учрежден. Это, можно сказать, наш профессиональный праздник поисковиков. В этот день, как раз в 1966 году, была открыта могила неизвестного солдата, главный памятник Великой Отечественной войны в нашей стране. Именно в этот день в Ульяновской области, в селе Средние Тимирсяны, был похоронен лейтенант Кузьмин Иван Васильевич, которого мы нашли 20 октября 2020 года. В местах боевых Великой Отечественной войны. После удалось обнаружить его родственников, установить, связаться с ними. Ну и, соответственно, было организовано мероприятие, и он был похоронен рядом со своим братом. Какое важное дело! Мне даже хочется... Не знаю, можно ли аплодировать, но хочется выразить, да, действительно, вам слова благодарности и величайшего вообще восхищения, что вы делаете такое важное дело. То есть вот поисковые отряды, вы командиры, то есть это те люди, которые ищут неизвестных людей, которые погибли во время Второй мировой войны или когда-либо, и возвращаете их на родину. У нас в стране поисковый отряд, это отряд добровольцев, которые работают в местах боев Великой Отечественной войны и занимаются поиском незахороненных останков солдат, которые погибли, соответственно, во время боев Великой Отечественной. Работа добровольная, общественная. Вот главная цель – найти, похоронить, ну и по возможности установить имя, потому что это очень редко бывает, удается установить, тем более установить родственников. Все-таки, как я уже сказал, главный памятник Великой Отечественной войне в нашей стране, это могила неизвестного солдата. И большинство из тех солдат, которых мы находим, они для нас к большому сожалению так и остаются неизвестными. Друзья, у нас сегодня тут огромное количество вещей. Можно сказать, такой переносная выставка. Расскажите о них. Какие здесь, я понимаю, что важные, конечно же, все, но вот может быть о каких-то можно рассказать, у которых есть своя история. У каждой вещи есть своя определенная история, но самые важные вещи для поисковика, это те вещи, которые помогают установить имя солдата, его идентифицировать. Чаще всего это записки из смертных медальонов. До конца 42-го года солдатам выдавались вот такие капсулы, и в них хранились трубочки, свернутые записки бумажные. И на них солдат уже собственноручно или писарь заполнял его данные фамилиями, отчества, ну и так далее. В конце 42-го года эти медальоны отменили в армии ввиду того, что солдаты их не носили, кто-то выбрасывал, кто-то терял, где-то не успевали выдать. Кажется, была плохая примета, я вот слышала, да, у солдат. Была плохая примета, особенно у молодых солдат. Конечно, солдаты взрослые, которые уже что-то в жизни повидали, они в эти приметы не верили. Медальоны были отменены, взамен ничего не было введено. Остались красноармейские книжки, которые, соответственно, через несколько лет после войны в земле, они уже превращались просто в землю. А как ни странно, вот такие капсулы, они до сих пор иногда сохраняют имена солдат. На записках... Вот как раз такая записка, я так понимаю, в рамочке у вас. Эта записка особенная, она из медальона, но она нестандартная, сделана не на стандартном бланке. Солдат, ну, на какой-то бумажке, которая под руку ему подвернулась, написал свои данные. Мишкорун Филипп Захарович, родом он был из Белоруссии, но призывался из Якутии, а проживала его семья на Сахалине. Чтобы найти его родственников, нам пришлось провести такой поиск от Белоруссии через Якутию на Сахалин, и все-таки удалось найти его внучку. Хотя надежды на это было очень мало. Филипп Захарович в медальоне, в первую очередь, написал как звали его жену и как звали его сына. Это очень редко, потому что детей-то обычно не записывали, писали жену. И это очень облегчило поиск? Нам облегчило поиск, что мы знали имя сына. Соответственно, мы могли как-то по отчеству, по фамилии определять. Тем более фамилия Мишка Рудный, это не Иванов и не Петров. Хотя сложность была в том, что у Филиппа Захаровича было 8 или 9 братьев и сестер. И все они разъехались по территории Советского Союза. И вот этих мы Мишка Рудных в общей сложности нашли человек 500, наверное. И из них один человек нам оказался нужен. Это была внучка, которая проживает в городе Корсаков Сахалинской области. Мы ей сообщили. И вот эти вещи после Нового года подготовим или к 23 февраля, или уже к 9 мая отправим там и выручат. Она приняла решение похоронить Филиппа Захаровича там, где он погиб, ну то есть в Старорусском районе Новгородской области, на городском кладбище Староруса вместе с его боевыми товарищами. А как вообще вот люди реагируют, когда вы там звоните и пишите, что мы нашли вашего родственника? Или ваш ли это родственник? Во-первых, всегда спрашиваем ваш родственнику. Куча подтверждающих вопросов, подстраховывающих, чтобы не было такого, что человек обрадовался. Потому что у нас в любой семье можно найти человека, который не вернулся с войны. А потом оказалось, что допустим, мы не того нашли человека. То есть все это подтверждаем. Но обычно у человека первая реакция это какой-то суппорт. То есть человек вот как на машине времени переносится куда-то в прошлое, где он никогда не жил. Обычно же речь идет даже не о детях солдат, а внуках солдат, правнуках, племянниках. То есть вот у Кузьмина Ивана Васильевича, которого вчера хоронили, у него там собралось больше 10 племянников и племянниц соответственно с детьми. Детей своих он не успел оставить. Он с 19-го года рождения в 39-м в 20 лет ушел в армию сначала, потом сразу на фронт детей не оставил. Получил звание лейтенанта, погиб. Соответственно, когда обычно потом уже другая реакция, потом радость у людей, благодарность конечно, потому что ведь все равно в семьях хранится эта память. Хранятся даже больше-то не воспоминания о самих солдатах, а воспоминания об их, допустим, женах, как они ждали мужей с фронта, как они не выходили замуж больше. Как вспоминали о своих мужьях до конца своей жизни. Вот это помнят в семьях. А бабушке вот как реагируют? Бывало такое, что прям мужа у человека нашли? Ну, сейчас уже время достаточно прошло. Таких у нас случаев не было. В 2005 году у нас был случай, когда мы нашли солдата-голубя Ивана Васильевича на Невском пятачке. И вот там удалось найти его жену и шесть дочерей. Но жена, получив эту новость, через две недели умерла. И вот у дочерей было такое ощущение, что вот она ждала какой-то весточки. Дождалась, больше ее здесь уже ничего не держало, она умерла. Вот. А сейчас находим даже детей очень редко. Вот сейчас, на следующей неделе, будут хоронить бойца Аввакума Нагорного в городе Омске, на городском кладбище. Вот у него до сих пор живы. Его дочери 86, 83, 80 лет. Вот они будут принимать участие. Для них это, конечно, как бы уникальное мероприятие. Нам, людей того поколения, сложно понять. Они о своих отцах вообще часто ничего не знали. И знали только, что да, был вот такой человек, а куда он делся, куда пропал. Там парадоксальная ситуация-то в том, что они даже ездили на место его предполагаемого захоронения, и местные жители им там говорили, что тут на самом-то деле неизвестно, кто захоронен. Просто таблички стоят с именами. И вот это подтвердилось, что нашли-то вообще на поле боя не похороненным в болоте. Он там лежал, вот как раз в этой каске, благодаря этой каске его там и нашли. На металлоискатель сработала каска, там уже стали копать. Он оказался с инструктором. Рядом с ним лежал его коллега повозочной и санитарной роты Антропов Климент Кузьмич. Взрослый уже мужчина, 42 года. Оба они оставили детей дома. И оказалось, что они сопровождали обоз с ранеными. Этот обоз ушел из части из своей 364-й дивизии. Оказался в десятки километров от этой части, видимо, попал под каток немецкого наступления. Немцы-то прорывались из окружения под Демянском в сторону Старой Руссы. И вместе с ранеными они там все и погибли. Притом мы много лет это место, эту поляну копали и удивлялись, почему там столько солдат вообще без всего. То есть вот останки и больше вообще ничего. Пару пуговиц, там патрон один. Что за солдаты-то такие? Сейчас мы понимаем, что это был обоз с ранеными. Десятки человек, которые просто попали под это наступление и даже сопротивляться не могли. А вот Климент Кузьмич и Авакум Иванович, они были с оружием, с патронами и держались там до последнего. Слушайте, вы удивительный человек, вы всех помните поименно, пофамильно. Сейчас уже память, конечно, подводит и какие-то детали определенные перепутываются. Но это дела-то совсем как бы недавние дней. И это пока еще в памяти свежо. Но это не забудется, потому что этого же самого Нагорного Авакума Ивановича мы установили по ложке, поименной. Притом мы сначала на ложке нам показалось было написано Нагорнов АА. Поехали мы искать интернет, то есть там, где мы работаем, интернета близко нет и не нашли. Потом поименали ложку, оказалось, что не АА. АВА. А-В-И. Авакум Иванович. И вот Авакума Ивановича мы нашли в базе данных мемориал, а в базе данных интернет, базе данных память народа мы нашли его фотографию. То есть мы его нашли и через несколько часов мы знали, как он выглядит, этот боец. Стали искать родственников и еще находясь в экспедиции, нам позвонил внук. Сначала позвонил внук Нагорного, через несколько часов позвонил внук Антропова. Самое парадоксальное, самое удивительное, что они проживают на одной улице в Омске и похоронены они будут на одном кладбище на расстоянии нескольких сотен метров. Вот это да. Ну что, у нас есть уже вопросы, я предлагаю ответить на них, потому что зрителям тоже эта тема очень близка и интересна. Спрашивают, ох, вопросов много. Во-первых, принимаете ли девушек ваш отряд? Есть ли они такие? С девушек, ну если не половина, то чуть меньше половины. На самом деле, девушек мы в экспедиции берем, и я вам точно скажу, что работа у девушек в экспедиции, на мой взгляд, гораздо сложнее, чем у ребят, потому что парни с лопатами, с ведрами, куда-то далеко, тяжело там все идти, а девочки, они занимаются более кропотливой работой. То есть, работа поисковика, когда уже солдата нашли, это с чем-то можно сравнить с работой археолога. То есть, аккуратненько все почистить. Аккуратненько кусочек за кусочком, но археологи-то они работают там в песочке кисточкой, а девочки-то наши сидят в болоте, там в грязи, под дождем, особенно когда весна, это же холод идет с земли, и постоянно часами сидеть на одном месте, копаться вот руками в корнях деревьев, то есть для меня-то, конечно, я считаю, это очень тяжело. Поэтому, это большой труд. честь и хвала нашим девчонкам. Здравствуйте, в отряде состоят только политеховцы, в кавычках, или берете добровольцев со стороны? У нас даже сейчас студентов меньше, чем не студентов. Бывшие студенты, которые в какое-то время участвовали в экспедициях, они продолжают заниматься многие. А студентов их достаточно, честно говоря, не так много, как хотелось бы, потому что, несмотря на то, что университет поддерживают, здорово, но желающих не сильно много. Хотя мы работу проводим, и вот сейчас выставка проходит в университете, кому-то некогда, кому-то неохота, кому-то может неинтересно. Да и времена нынче такие, что... На три недели оторваться современному человеку от коммуникаций, там, интернета и так далее, от работы, многие студенты сейчас работают, в мои годы, когда я учился, это было гораздо меньше. Вот, оторваться сложно людям, и вырваться на три недели туда, не пойми куда, и что там делать, тоже непонятно. Ну да. Ну что ж, прямо сейчас мы немного буквально прервемся, вы посмотрите следующую рубрику, которая поможет вам сэкономить, ну а сразу после мы продолжим наш интересный разговор. Экономия самый полезный, но уже очень редкий навык. Мы все тратим, тратим и тратим деньги, входя в торговые центры, покупая все необходимое от косметики до моющих средств, от одежды до обуви. Деньги все уходят, и получается какой-то дисбаланс, на который мы часто жалуемся. Если ты устал от лишних расходов и хочешь научиться экономить, на помощь придут мои лайфхаки. Они помогут не выбрасывать деньги на ветер. Лайфхак номер один. Повторно используй емкости. Подумай, сколько можно сэкономить, если ты просто помоешь и высушишь пакетик. Сначала один, потом второй. Так можно и накопить, а не бегать в магазин за рулоном новых. На самом деле, те же пластиковые коробки из-под суши и роллов в будущем могут пригодиться. Лайфхак номер два. Замени покупные косметические средства домашними. Вся реклама говорит о натуральных ингредиентах в косметических продуктах. Поэтому мы с легкостью уже месячно отдаем за свою красоту круглые суммы. Но зачем тратить деньги, если в сети полным-полно простых домашних рецептов для ухода за кожей и волосами. Лайфхак номер три. Не выкидывайте ненужные вещи, а продавайте. Юбка, которая разонравилась, костюм собачки, из которого она уже выросла, или старый фен, продать можно все, что угодно. Такой способ и место в квартире освобождает, и возможность подзаработать дает. Лайфхак номер четыре. Используй автосервис только при сильной необходимости. Мастер, удовольствие дорогое. Решай проблему с автомобилем самостоятельно. В сети есть множество тематических роликов, наглядно объясняющих причину и способ устранения поломки. Только делай это, когда точно в себе уверен. Будь финансово грамотным, экономия не только сохраняет денежки, но и расширяет кругозор. Можно много узнать в интернете, пока ты ищешь народные рецепты, смотришь, как починить свой автомобиль или как утеплить окна, если вдруг тебе надоело переплачивать за отопление. Ну а если ты девочка, то для тебя есть лайфхак уникальный, он самый лучший. Выбирай экономного мужа, скидывай ему все свои средства, и он будет выдавать тебе их частями. Тогда и экономить будет легче, и накопить сможешь. Что, друзья, мы сегодня с вами обсуждаем, между прочим, поисковые отряды, и у нас сегодня человек, который нашел вот эти замечательные, невероятные просто предметы истории. Сегодня мы как раз задаем вопросы, связанные с вашей деятельностью. Во-первых, чем занимается ваш отряд в свободной экспедиции время? Студенты учатся, взрослые работают. Есть у нас пару ребят, которые уже на пенсии, то есть это чаще все военные, пенсионеры, полицейские, не на пенсии. А как часто вы выезжаете вообще в целом? Два раза в год в идеале. Три недели весной с 20 апреля по 9 мая и две недели осенью, это обычно конец сентября, начало октября. То есть люди берут отпуска и на работе и везде и едут. Да, жены не всегда за. А что делать? Что делать? Как вы относитесь к современным фильмам о войне? Стоит ли романтизировать войну? Ну вы же навидались. Романтизировать войну, я думаю, во всем есть мера какая-то определенная. Определенная лирика в этом все равно должна быть. И фильмы, лучшие фильмы в Великой Отечественной войне, в них есть определенный налет романтики и он как раз позволяет глубже понять войну. Но вот когда это романтика перечеркивает само содержание войны, но это фильм тогда не про войну, а про романтику и вот так и нужно называть. Ну вот как раз есть современные фильмы, которые сейчас снимают люди, которые по большому счету никакого отношения к войне не имели. Либо советские фильмы, в которых снимались люди, которые воевали, которые знают, что такое война. И люди, которые снимались и сами воевали, они не могли снять плохо, потому что они знали, что на них будут смотреть другие люди, которые воевали. Там не соврешь, а сейчас другие фильмы совершенно. спрашивают, какой была самая необычная находка и как ваши родители относятся к тому, что вы надолго уходите на поисковую марш-броски? Из необычных находок вот самая необычная находка это нынче была у бойца найдена ложка, а на ложке была нацарапана рисунок обнаженной женщины, то есть это вот такая находка, то есть боец там решил вот так вот развлечься. А лично для меня находка самая необычная была сделана это серебряная зажигалка, она была найдена в болоте. Очень расстроился потому что вокруг я солдата не нашел, хозяина этой зажигалки. Но через два часа подбежали ребята из нашего отряда и вокруг в этом болоте подняли останки 16 погибших солдат. Хозяина зажигалки мы так и не нашли, но вот этих 16 солдат подняли благодаря вот такой зажигалке. Ничего себе. Важная находка, да. Ну и как относятся ваши близкие к тому, что как близкие относятся? Ну родители они уже тут как бы они не относились я уже живу не с родителями. Раньше конечно мама особенно переживала боялась особенно первой экспедиции потому что все-таки это так сказать непосредственно общение с достаточно опасными вещами в экстремальных условиях. Потому что там же можно найти не только останки но и боеприпасы которые могут взрываться. И даже не столько останки а в основном как раз и боеприпасы снаряды мины и так далее что при определенных обстоятельствах может привести к трагическим последствиям. Ну и сами условия экстремальные там и змеи и клещи и погода там бывают заморозки. Вот. Ну потом все привык привыкаться же ко всему и все привыкают что весной с такого-то по такой-то день меня дома нет. Кстати а по поводу боеприпасов с вами ездит какой-то сапер или ну человек который в этом разбирается? Ну разбирается много кто ну вот именно профессиональных саперов на территории Новгородской и Псковской области сейчас одна бригада всего остальные все расформированы считается как будто как бы ничего то есть вы бывают вызываете их на место не бывают? Нет потому что мы скидываем координаты то есть мы как бы даем информацию если это авиабомбы или реактивные снаряды или склады какие-то там небольшие ну чаще всего это остается как бы на месте. Ольга Кудрявцева пишет Михаил низкий поклон вам вам за ваш труд спрашивают вы историк по профессии как ваше образование помогает поискам отрядов и ваши дети и жена интересуются интересами помогают вам? Как профессия помогает? Во-первых в первую очередь профессия помогает работать с документами потому что это огромный архив боевых донесений которые сейчас в открытом доступе не на аневки архивы ездить это работа опять же источниковедческая работа при поиске родственников при установлении боевого пути дивизии ну и все-таки моя профессия не просто историка преподаватель истории преподавательская составляющая в отряде тоже присутствуют потому что я как руководитель каким-то образом должен сподвигнуть своих ребят на нужный лад как семья относится и как они мне помогают ну конечно моя жена она основа вообще нашего отряда потому что если бы она не обеспечивала как бы мой тыл то никакого бы отряда никакого бы поиска в моей жизни не было хотя я до уже не бы занимался долгое время 2004 года занимаюсь поисковой работой что касательно детей у меня три сына и старший и средний уже побывали в экспедициях вот обоим понравилось как бы здорово хорошо и интересно что дальше будет я не знаю это вещи такие которые нельзя вот так вот привлекать и заставлять участвовать это добровольно вопрос гостю пишет нам карманный паэт были какие-нибудь мистические ситуации на раскопках вот лично у меня таких ситуаций ну практически вот я могу вспомнить да пожалуй несколько могу вспомнить вот самая мистическая ситуация что бойца Кузьмина Ивана Васильевича которого вчера хоронили нашел наш парень Дима Кузьмин это ну просто редчайшее какое-то совпадение а из мистики ну все-таки действительно в этих местах энергетика определенно присутствует там погибали тысячи людей то есть от этого что-то там остается и люди которые впечатлительные ну что-то чувствуют что-то понимают у меня единственная была со мной связанная история что в одной из экспедиций засыпая вот в палатке в состоянии между сном и явью мне как бы показалось что кто-то за лагерем на расстоянии метров 300-400 запустил из ракетницы ракету и я как бы с этой мыслью уснул проснулся и спросил ребят ну кто-нибудь что видел слышал что-нибудь ничего не слышал никто не видел в конце этой экспедиции вот в той стороне примерно на таком расстоянии мы нашли останки там 7 человек верховых ничего себе верховых это те которые лежат на поверхности есть солдаты в окопах в блиндажах в воронках в канавах в ручьях в колодцах то есть это уже глубинный пояс мы им тоже занимаемся но как бы вот наша такая фишка это верховой пояс в первую очередь еще вопрос Михаил вам обязательно нужно написать книгу и желательно аудио вас очень интересно слушать есть ли такие какие-то задумки может быть на книгу есть задумок-то вообще миллионы но во время все упирается потому что вот я приехал из экспедиции 8 октября и по сути у меня экспедиция это еще не закончилось потому что вот эта переписка с родственниками мы в этой экспедиции нашли установили шесть имен солдат по каждому проведена огромная работа по поиску из шестерых мы только у одного не нашли родственников у остальных всех нашли то есть соответственно все это пока копится копится потом это все равно во что-то выльется может там в книге в аудио в песни потому что военная песня это у меня вообще любимое с детства дело поэтому будем заниматься этим обязательно хорошо а что вы делаете если находите останки немецкого солдата спрашивает Владислав Абрамов вот Владиславу отвечаем что когда находим останки немецкого солдата то наша обязанность эти останки тоже эксгумировать единственное исключение если мы находим какое-то массовое захоронение солдат вражеских армий мы понимаем что это либо захоронение либо какой-то сброс и это уже будут заниматься люди которые этим профессионально занимаются есть организация такая военные мемориалы и она эта организация заниматься организацией как раз вот таких захоронений то есть немцев никуда не везут в Германию их хоронят допустим в Новгородской области есть два кладбища их там и хоронят подхоранивают вот нынче мы нашли весной среди вот наших этих верховых солдат оказался один немец на расстоянии там друг от друга в десятках метрах они лежали был один немец с пряжкой в каске все дела правда медальона у него не было немецкого вот этот медальон был найден в 2018 году и вот на следующий год на 2021 мы договорились что мы его передадим этот медальон потому что тоже там всего 3-4 человека на всю Новгородскую область работают этих мужчин это наши не немцы то есть просто они получают зарплату за это и тоже нужна работа нет в любом случае всех нужно найти конечно не надо делить наши не наши делить наверное все таки надо потому что во первых в то время да сейчас не дело просто что человеческие останки чьи бы они не были лежали где-то на дороге там под ногами и так далее это неправильно другое дело там уже отношение к ним это совсем другое дело ну что ж друзья прямо сейчас мы посмотрим чем мы можем вас удивить на ближайших выходных какие фильмы будут выходить на наших телеканалах но сразу мы вернемся и продолжим Женевьева работает в семейном галантерейном магазинчике продает зонты она влюблена в автомеханика Ги и тот отвечает ей взаимностью но вскоре Ги забирают в армию и отправляют в Алжир расставаясь влюбленные обещают ждать друг друга затем Женевьева узнает что беременна а везде от любимого все нет девушка соглашается на брак с состоятельным и солидным мужчиной чем же чем же чем же все закончится вы можете увидеть в художественном фильме Шербургские зонтики 5 декабря в 21.00 на большом барьерном рифе семейную пару постигло страшное несчастье археолог подводник Джей Финнел вместе с женой исследует торговое судно 18 века затонувшее при таинственных обстоятельствах во время погружения происходит несчастный случай и жена Джея начинает тонуть пытаясь спасти ее он получает серьезные ранения которые приводят к коме борясь со смертью герой переступает границы реальности и переносится в Индию 1778 года в другом незнакомом ему мире он начинает жить жизнью британского офицера Джеймса Стюарта поглощенного страстью прекрасной женщине что же выберет Джей остаться в мире прошлого и сражаться за любовь воительницы Туладжи или вернуться в реальный мир и бороться за собственную жизнь ответ на этот вопрос вы можете увидеть в художественном фильме «Вне времени» 6 декабря в 21.00 на Девятка ТВ Ну что друзья мы продолжаем и Светлана Орлова пишет Михаил вы очень хорошо поете можете исполнить одну песню Михаил без гитары пришел если хотите послушать песню в моем исполнении на моей страничке ВК пожалуйста в следующий раз обязательно пригласим с гитарой я думаю что нам еще есть о чем спеть как говорится во всех ли городах есть отряды спрашивает Нина Дрямина далеко не во всех городах конечно и даже не во всех регионах нашей страны вообще регионы нашей страны делятся до сих пор на тыловые и боевые боевые там где была война там сильные экспедиции европейская часть это да вот то что до Москвы грубо говоря ну много очень отрядов в Сибири и на Дальнем Востоке у нас Кировской области несмотря на то что тыловой регион одна из самых сильных поисковых организаций на территории России больше 20 отрядов из них активно функционирующих отрядов вот крепко хорошая организация смотрите еще пишут вы помните всех бойцов по имени которых вы нашли на самом деле тех солдат которых мы нашли и установили имя их не так много всего за 20 лет работы нашим отрядом найдены останки 644 человек из них имена установлены у 21 ну 21 имя моя память в состоянии запомни пока еще пишут так приятно слушать как вы с любовью рассказываете о каждом погибшем и его родственниках спасибо вам вот мне приятно читать такие благодарности потому что это действительно очень важно что друзья вы это понимаете и пишите потому что Михаилу мне кажется что это тоже приятно слышать и еще также есть вот какой вопрос Михаил вы награждены памятной медалью патриот России мы гордимся что в Кирове есть такие инициативные люди вы герой нашего времени вот так вот какие и расскажите еще пожалуйста какие как вы выбираете место для поиска куда вы поедете в следующий раз у нашего отряда все просто мы с 2006 года работаем на территории бывшего Рамушевского сельсовета Старорусского района Новгородской области часто спрашивают почему вы все время ездите в одно место мы это место очень хорошо знаем мы знаем что здесь 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 мы находили солдат мы знаем боевые донесения карты у нас там закуплена немецкая аэрофотосъемка все это закачано там в навигаторы лагерь оборудован обустроен ну хотя по Новгородской области мы тоже передвигаемся это и Парфинский район и Демянский район но в основном это Старая Русская Северо-Западный фронт самый тяжелый фронт один из самых тяжелых фронтов Великой Отечественной войны бои местного значения которые немцы например вспоминают что хуже условий чем на Северо-Западном фронте не было нигде ох вы говорите у меня прям мурашки если честно сегодня весь эфир огромное вам спасибо очень важная тема если друзья вы тоже хотите присоединиться если ваша душа этого требует принимайте добровольцев добровольцев принимаем но количество мест оно очень сильно ограничено количество участников оно никак не связано с результатом тем более работа она все-таки определенную опасность имеет это моя ответственность и если я возьму там с собой 50 человек не факт что за всеми не уследишь за всеми там я услежу давайте выберем комментарий который сегодня получит подарки от нас и от вас потому что вот я вижу вы принесли красивую замечательную кружку да это от нашей поисковой организации поисковая организация ДОК так кому сегодня мы подарим я думаю можно вопрос про мистику про мистику карманный поэт у нас сегодня получает вот эту замечательную кружку также мы сегодня хотим еще наградить я предлагаю Светлану Орлову потому что она про песни про ваши вспомнила давайте Светлана у нас получит целый пакет сладостей согласен ну и давайте еще Владислава Абрамова наградим билетиками в кино потому что он спросил про находки немецких солдат когда находим останки и это тоже была кстати интересная очень тема спасибо большое Михаилу за ваш труд за то что вы делаете и конечно же за то что сегодня пришли в наш эфир всем друзья хороших выходных помните что вы тоже можете сделать какое-нибудь важное для человечества дело с вами сегодня были мы Максим Кропотов и Алена Милина всем пока-пока пока-пока до свидания